Многие люди спрашивают у меня, вы случайно не внук Шиндлера того самого? Как вы думаете? Мне так неприятно вас разочаровать, но, к сожалению, я не его внук. Но список все-таки у меня есть. Когда мне было 20 лет, Господь дал мне видение по организации Новой Церкви. Я хотел сделать что-то такое, что никто другой в моей сфере не делал раньше. Я хотел организовать в Германии пять новых церквей до своей смерти. И поэтому моим девизом в моей жизни, когда я начинал Новой Церкви, было примерно так, что пять церквей до смерти моей. Мы с моей женой приехали в Германию в качестве миссионеров в 85-м году. Я сам являюсь продуктом немецких эмигрантов в Америку. Мои родители родились и выросли в Германии, потом переехали в Америку. И вот, когда мне было 26 лет, я начал заниматься организацией Новой Церквей. Когда мне уже было 44 года, мы пять церквей в Германии организовали. А я все так и не попал на небеса после этого. Я был очень в большом замешательстве. Моя жена была довольна. Я говорил, Господь, ну почему я все еще не на небесах? Я же как бы исполнил свое поприще. И Господь говорит мне, ну, я с тобой еще не закончил пока. Я хочу с тобой работать дальше, чтобы увидеть, как начинается движение по организации Новой Церкви. И поэтому последние 12 лет я занимаюсь именно тем, чтобы увидеть это движение, как оно идет и в Германии, и по Европе. Наша Ассоциация Церквей верит, что Бог поможет нам организовать 100 новых церквей в Германии за ближайшие 10 лет. И на 2006 год мы уже достигли, в 2006 году мы достигли цифру в 70 новых организованных церквей. На данный момент, на сегодняшний день, я начал новый курс для неверующих людей. И этот курс я назвал «Воркшоп. Моя жизнь». И этот материал также доступен и для вас на русском или украинском языке. И этот материал используется уже в Украине, и люди приходят ко Христу. Я верю, что Бог позволит миллиону людей пройти этот курс. и чтобы через этот курс было организовано 10 тысяч новых церквей. Я благодарен, но еще не удовлетворен. А как вы? Благодарны ли вы и еще все-таки испытываете недовлетворение? Надеюсь, что вы также это же самое переживаете. И я хочу с вами поговорить сегодня об организации новых церквей. И не просто об организации, но какие есть хорошие методы, и какие есть методы еще даже лучшие. Организовать одну церковь – это очень хорошо. Кто из вас организовал хотя бы одну церковь в своей жизни? Есть такие люди? Замечательно, замечательно. Пусть вас Бог благословит. Кто из вас планирует организовать новую церковь? Прекрасно. Но я думаю, что весь остальной зал должен был поднять при этом руки. Прекрасно, конечно же, организовать одну церковь, но намного лучше организовать еще больше церквей. Однажды, некоторое время назад, в Америке, один человек по имени Джим Коллинз, он написал одну книгу. И это название книги было «От хорошего к лучшему». И в этой книге рассказывалось о том, как некоторые компании в своей отрасли становились лучшими в течение 20 лет. И я хочу сейчас использовать эту метафору в том, что мы можем организовать церкви хорошо, и как мы их можем организовать лучше. Мультипликация заложена в Евангелии Иисуса Христа. И Иисус рассказывает о том, что тот человек, который занимается евангелизацией, он похож на фермера. Он сеет семя. И в Марка 4 мы об этом читаем. И одно семечко может произвести плод в 30, 60 или в 100 раз больше. Поэтому умножение, оно заложено в Евангелии. Умножение также заложено и в Церкви Иисуса Христа. Иисус говорит, «Я построю Церковь свою». Вы знаете, что Иисус был первым человеком на земле, организовавшим Церковь? Его ученики были прототипом будущей Церкви. Поэтому я написал книгу, которая рассказывает об Иисусе как организаторе новых Церквей. Всякая книга об организационном Церкви, которую я знаю, начинается с момента Павла и других апостолов. Но я верю, что нам нужно вернуться к источнику организационного Церкви, и это Иисус. В Деяниях 1.1, Лука говорит следующее, «Я написал тебе первую книгу, Феофил, о том, что Иисус начал делать и чему Он учил». То есть, что Лука говорит, он говорит, что Иисус является именно начинателем идеи организационного Церкви и Евангелия. И он продолжает это делать в Деяниях Апостолов. И если вы хотите действительно увидеть картину умножения в книге Деяния, то нам достаточно посмотреть в книгу Деяния, 16 главу. Так, стихи 4 и 5. As they traveled from town to town, they delivered the decisions reached by the Apostles and elders in Jerusalem for the people to obey. I'm sorry. Acts 16, 4 and 5. That's okay? Okay. 16, 4. Итак, 16 глава, 4 стих. Путешествуя из города в город, Павел и его спутники призывали верующих соблюдать решения, принятые апостолами и старейшинами в Иерусалиме. So the churches were strengthened in the faith and grew daily in numbers. Церкви укреплялись в вере, и число с каждым днем увеличивалось. What grew daily in numbers? Что же увеличивалось число? I always thought that the number of disciples in the churches grew daily by numbers. Я думал, что именно количество верующих увеличивалось каждым днем больше и больше. But that's not what the text is saying. Но в тексте Библии говорится другое. The text is saying That every day new churches were growing in numbers. Что церковь возрастала. Новые церкви возрастали. Получается, что новые церкви появлялись почти каждый день. In the New Testament era, churches were planted every day. Во времена Нового Завета церкви организовывались каждый день. How long does it take for your church to plant a new church? Сколько требуется вашей церкви времени, чтобы ваша церковь организовала следующую новую церковь? And it takes an elephant almost two years to bear another elephant. Чтобы слону родить маленького слоненка, слонихи требуется вынашивать его практически два года. It takes a mouse 20 days to bear between five and ten mice. А мышке требуется 20 дней, чтобы принести пять или десять мышенят в помете. How do you go from being an elephant to a mouse? И как вы можете перейти от церкви слона к церкви мышки? What is the gestation period of your church? Какой период беременности в вашей церкви? I believe that we can have a gestation period in Europe of three years. Я верю, что церковь в Европе может иметь период беременности три года. That every church plants a new church within three years. Каждая церковь способна в Европе организовать следующую новую церковь в течение трех лет. Do you know what the fruit of an apple tree is? Вы знаете, каков плод яблони? You would say, well, Dietrich, the fruit of an apple tree is an apple. Вы скажете, Dietrich, ну, у яблони растут яблоки. That's not true. Неправда. The fruit of an apple tree is another apple tree. Плод яблони — следующая яблоня. The fruit of a healthy church is another healthy church. Плод здоровой церкви — это следующая здоровая церковь. And a healthy church is a church that is healthy enough to reproduce itself. И эта следующая церковь настолько здорова, что готова воспроизвести себя также дальше. Are you living in a healthy church? Живете ли вы в здоровой церкви? Is it a church planting church? Является ли ваша церковь церковью, которая организовывает новые? And if it is a church planting church, how well is it planting churches? И если ваша церковь организовывает новые церкви, как успешно ей удается это делать? So let's talk about seven qualities of good to great church planting churches. И давайте поговорим о семи качествах организации новой церкви от хорошего к лучшему. The first character quality of a great church planting church is something that I call timed release. Первое качество, которое я хочу назвать, оно называется как своевременность. Sometimes when we're sick or have a cold. То есть, например, вот мы приболели. We swallow a capsule. Мы проглатываем таблетку. And the capsule has hundreds of tiny time capsules in it. А в таблетке есть много таких капсул, которые начинают свое действие через определенный промежуток времени. Их называют как, ну, капсула времени, что ли, так можно сказать. И эти капсулы, каждая из них срабатывает через какой-то определенный промежуток времени. И получается, выброс медицинского вот этого средства, оно происходит постепенно. So some of the medicine works right away. Некоторые медицинские препараты действуют сразу, как попадают в организм. Some of the medicine works after two hours. А некоторые лекарства начинают действовать через два часа. Some after four hours. Некоторые через четыре часа. Timed release means that we purposely expect to plant a church every three years. It's like a woman who's just given birth. Do not ask her when she would like to have her next child. She says, just leave me alone, I need to recover from this. Она говорит, оставь меня в покое, мне нужно себя привести в порядок. Many churches are like women who have just given birth. И многие церкви также испытывают такой же период, как и женщина, которая родила ребенка. They say, well, that was very, very exhausting. I need to rest. Люди в церкви скажут, oh, это было так трудно, нам нужно немножечко отдохнуть от этого. And so they rest and rest and rest, five years, ten years. Смотришь, они отдыхают и отдыхают, уже пять лет, десять лет отдыхают. Но если мы хотим быть церковью, которая организовывает церкви от хорошего к лучшему, нам нужно иметь уже заложенную своевременность, через определенный промежуток времени которого мы будем организовывать новую церковь. The second quality of great church planting churches is something that I call generational distance. И следующее, что я называю следующим качеством, это как поколение, или временное поколение, вот так вот сказать. Markers. Have direct involvement. We need some direct markers here, I think. They're there, somewhere. Yes, we need some markers. Let me tell you about my wife's grandparents. Got them for you. Ah, you're a magician. He's a magician. Let me tell you about, this is a good church planting church. Итак, вот это церковь, которая хорошо организовывает церкви. This is the mother church. Материнская церковь. And she is healthy, and she bears a daughter church. Это здоровая церковь, и она рождает следующую дочернюю церковь. And then after ten years, she bears another daughter church. И через некоторое время она рождает следующую дочернюю церковь. She plant, and then after several years, she plants another daughter church. Несколько лет проходит следующая дочерняя церковь. And after several years, she plants another daughter church. И через несколько лет следующая дочерняя церковь. And then another daughter church. И следующая. Is this good? Как? Неплохая картинка? This is good. Хорошая картинка. But it's not great. Но это не лучшая картинка. There is a problem in this. Здесь есть проблема. All of the church plants are dependent upon the health of the mother. Все организации последующих новой церквей зависят от здоровья материнской церкви. The problem with this mother-daughter church planting, it relies on direct involvement. И проблема с этой схемой в том, что... Direct involvement. Yes. Здесь непосредственно в каждом организационной новой церкви принимает участие только материнская церковь. Generational church planting is different than this. Поколения, то есть или временные поколения по организационной новой церкви отличаются от такой картинки. My wife's grandparents were married more than 70 years when they died. Дедушка и бабушка моей жены были уже женаты на протяжении 70 лет, когда они уже ушли из жизни. Grandmother died when she was 97. Бабушка умерла, когда ей было 97. Grandfather died when he was 105. Дедушка умер, когда ему было 105 лет. You know what they produced? И вы знаете, что они произвели? They produced 150 progeny. Descendants. 150 descendants. Получается, что они воспроизвели 150 потомков за свою жизнь. У нас есть фотография, где они держат нашего ребенка. Что на самом деле является уже пятым поколением. Grandma and grandpa had seven children. У бабушки и дедушки было своих... Seven. Семь детей. И у тех семи были свои дети. А у тех детей были свои дети. И у тех детей тоже дети были. Now, did my wife's grandparents produce 150 people directly? Бабушка и дедушка 150 потомков воспроизвели самостоятельно? No. Нет. The power of generational distance is getting away from the first cause. Сила такого умножения поколениями, это отойти от материнской модели и двигаться дальше. So it's this daughter church planting a daughter church. То есть дочерняя церковь уже организовывает следующую дочернюю церковь. Each daughter church planting its own daughter church. И каждая дочерняя церковь организовывает следующую дочернюю церковь. Понимаете картинку, да? Но все-таки уже потом внучатая церковь уже организовывает правнучку. Понимаете схему, да? Если мы двинемся на пять поколений вот в этом направлении от материнской церкви, то вы увидите движение организации церквей. This initially is not a movement. Изначально, если материнская церковь организовывает новую церкви, это еще не движение. Это организация новой церквей по методу прибавления. This is church planting multiplication. А вот это уже организация новой церквей по методу умножения. Most churches in Europe are this kind of a church. Большинство церквей в Европе, они действуют по первой схеме. We need to stop counting the number of daughter churches we've planted. Нам нужно прекратить считать дочерние церкви, которые мы организовали. We need to start counting the numbers of generations we've spawned. Нам нужно начать считать количество поколений, которые породили наши дочерние церкви. Do you understand the difference? The quickest way to spread the gospel is by planting new churches. Самый быстрый способ распространять Евангелие это организовывать новые церкви. We know that more people come to Christ in newly planted churches than in traditional churches. Мы знаем, что больше людей приходят ко Христу в новых организованных церквях, чем если бы люди приходили в традиционную церковь. Поэтому если вы действительно заинтересованы в том, чтобы Украина пришла ко Христу и Беларусь, то вы должны быть заинтересованы в организации новых церквей. Потому что один из даров Божьих, которые Он хочет вам дать, это чтобы вы увидели, как вся ваша страна была покрыта Евангелием. Давайте перейдем к третьей характеристике по организации церквей. Организация новых церквей глубоко зависит от ученичества. Хорошие материнские церкви обычно делают свой акцент на лидерстве. Иисус никогда не сказал, не говорил нам нигде, говорит, идите и научите лидеров. Он сказал, что идите и научите все народы, или делайте учеников во всех народах. Если мы с вами хорошо научим наших хороших учеников, то у нас всегда будут хорошие лидеры. Но если мы ограничим наши усилия лишь только на воспитании лидеров, то у нас и учеников не будет, и лидеры будут слабые. Качество нашей церкви зависит от качества учеников, которых мы воспитываем. Кого мы с вами воспитываем? Мы с вами воспитываем язычников, неверующих. Иисус сказал, что идите и научите учеников во всех народах. Матфея 28, 18. А народы — это кто? Это язычники, которые не верят. Ученичество не начинается с момента обращения человека ко Христу. Ученичество начинается с самых потерянных людей. Иисус никогда не делал вот это различие, которое мы с вами делаем. Мы говорим так, нам нужно евангелизировать, и как они только пришли ко Христу, начинаем их делать учениками. Иисус сказал, нет, 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 вы начинаете делать из них учеников с самого начала, с первой встречи. Большинство учеников Иисуса Христа в Новом Завете мы читаем, они еще не совершили свое посвящение Иисусу, но они уже ходили за Ним, и Иисус их уже обучал. Поэтому ученичество всегда начинается на жатве. И так мы подходим к четвертому пункту нашей характеристики. Это намерение. То есть нужно иметь намерение. Никто не стал пианистом концертного пианиста. Каким образом ты становишься пианистом концертного уровня? Когда ты преднамеренно занимаешься этим делом. Если мы не намерены заниматься организацией новой церкви, оно само собой не произойдет. Есть что-то... В нас всегда есть нечто, что будет сопротивляться тому, что Бог от нас ожидает. Поэтому если мы начинаем думать об организации новой церкви, нам нужно иметь намерение в этом. И хорошая организация новой церкви, она всегда будет сталкиваться с какими-то трудностями. То есть организация новой церкви может произойти, может не произойти. Все зависит от того, как у пастора настроение, в этом году, как он чувствует, заняться этим или не заняться. It's very unintentional. Оно так намерения такого конкретного не имеет. I will never forget, I was 18 years old. Мне было 18 лет. I will never forget the first sentence of the first hour of my first homiletics course. И мое первое предложение, я никогда не забуду его, мое первое предложение на первом курсе по гомилетике. Профессор вышел, посмотрел на нас. И сказал, джентльмены, большинство из вас не станут прекрасными великими проповедниками. Потом он сделал паузу и сказал, потому что вы не намерены становиться великими проповедниками. Большинство из нас не станут великими организаторами новых церквей. Почему же нет? Потому что мы не намереваемся становиться великими организаторами новых церквей. И какое же действие нам нужно из этого сделать? Нам нужно видение. Нам нужно иметь нужду. и это перетечет в действие. Если у вас есть видение без нужды, то ощущение необходимости что-то делать отсутствует. Вы знаете о том, что видение умирает каждые 30 дней? Это все равно, что взять, купить буханку хлеба. Через какое-то время хлеб плесневеет. Видение плесневеет через 30 дней. Ты его уже не можешь использовать. Посмотрите на книгу Неемии. 26 дней спустя, после того, как они начали восстанавливать стены, они остановились и их восстанавливали. Почему они прекратили восстанавливать стену? Потому что они потеряли свое видение. Вы, как лидеры, должны знать, что если вы сообщили видение людям, вы должны знать, что через 30 дней оно потеряет свой цвет. через 2 недели мне будет 56 лет. Мой отец умер, когда ему было 58 лет. И он умер от почечной недостаточности. и мой доктор говорит мне, мистер Шиндлер, ваш отец умер молодым из-за почечной недостаточности. Вы имеете опасность такого же истории. Необходимо ваши почки проверять каждый год. Что он делает? Он рисует мне прекрасную картину. Если я не буду делать проверку каждый год, то я прекрасно умру, как и умер мой отец. И вы знаете, как я поступил с его советом? Я покивал головой так вот. и я сделал то, что всякий мужчина должен сделать в своей жизни. Больше к доктору не ходил. Если у тебя ничего не болит, что ты к доктору ходить будешь? Однако пару лет назад я вдруг заметил кровь там, где ее быть не должно. Через полтора часа я был у своего доктора и также уже увиделся со специалистом. что меня подвину к такому действию? Не видение того, что мой отец когда-то умер молодым в 58 лет. Это видение плюс еще нужда, которая вдруг при этом возникла. и это тут же меня двинуло к действию. Когда мы рассказываем свое видение, нам необходимо его присоединять еще к нужде. И Иисус был прекрасным специалистом в этом. Он как-то повел своих учеников к полю, где была жатва, потому что раньше ученики не видели, как это жатва проходит. И он говорит, я хочу дать вам видение вашего будущего служения. Ваше служение будет связано с людьми, которых сейчас рядом с нами нет. Поэтому если вы собираетесь рассказать людям видение, вам нужно рассказать его совместно с нуждой, для того, чтобы увидеть действие. И давайте посмотрим теперь на пятый пункт прекрасной или замечательной организации новоцерквей. Это иметь внешний взгляд, взгляд на внешнее. большинство церквей с возрастом становятся больше концентрированы на себе. И они страдают от сил, которые действуют на них извне. как в Ветхом Завете. Все мужчины три раза в году должны были собираться в Иерусалиме в месте сбора. Поэтому церкви при этом получается уже начинают евангелизировать внутри собственного здания. Они говорят примерно таким образом приходите люди неверующие к нам в церковь и найдите здесь Иисуса. Но я верю, что нам необходимо иметь внешний взгляд вовне на мир. Видите их там. И это акцент в Новом Завете. Начиная с Иерусалима, Иудея, Самария, даже до края земли. Есть такая сила земного притяжения в церкви, которая нас придавливает к земле. Большинство верующих, после того, как они два года уже следуют за Иисусом, у них неверующих друзей уже больше нет. Или есть ли у вас близкие друзья, неверующие? Большинство из нас нету таких друзей, потому что наше время мы больше всего проводим с верующими. И человек, который наиболее всего подвержен вот этому эффекту, это пастор. У пасторов неверующих друзей практически нет. Я знаю, что есть такая опасность, потому что я сам пастор. И я должен найти способы эту опасность как-то преодолеть и двинуться дальше. Когда мы планировали нашу церковь в Кайзерслаутен в Германии, в Северной Германии, в Северной Германии, не будем играть с именами. В общем, на Юго-Западе Германии мы организовывали церковь. Что я сделал для того, чтобы мне самому выйти на поле лично? На протяжении двух лет в этом городе я посетил 400 разных фирм, компаний и организаций в этом городе. И местная газета написала о моем служении, как я занимаюсь организацией новой церкви в городе. Я приходил к этим бизнесменам, давал им свою визитку и говорил, привет, я теперь ваш новый сосед. А, вы читали про меня в газете вашей местной, да? Это я. И когда они говорят, да, я сказал, это почему я здесь, пришел чтобы лично познакомиться с вами. И когда они сказали, что в газете они ничего не читали, я говорил, ну, так поэтому, что вы не читали про меня, а теперь я к вам лично пришел, чтобы рассказать теперь вы уже от меня лично узнаете о замечательном деле, которым я занимаюсь. И некоторые вот эти вот моменты и вот эти встречи были просто замечательными. нам всем нужно научиться преодолевать вот эту силу земного притяжения в нашем служении и идти дальше. Я хочу, чтобы вы поняли одну концепцию, оно берет начало из греческого слова, которое легко понять. Термин ойкос. Это термин означает дом. Как мы с вами читаем в книге Деяний Корнилий пришел ко Христу и весь дом его. Или когда Иисус изгнал легион и задержимый человек, он сказал вернись обратно в свой дом, в смысле к кругу своего общения и расскажи им про то, что с тобой случилось. То есть ойкос это круг нашего общения людей и зачастую это неверующие люди. Что я хочу, чтобы вы в своей церкви со своими людьми сделали? Дайте вашему каждому человеку в церкви чистый лист бумаги. Пускай они наверху напишут мой мой ойкос. И пускай они запишут на этом листе бумаги имена тех людей со своей жизни, которые не верующие. Может быть, с которыми они проводят в неделю как минимум час. И вот они составляют список своего Шиндлера. это их личное миссионерское поле. И если они соберут эти все имена в этом списке, то вы увидите, что у вас оказывается членов церкви в пять раз больше. Это ваша потенци церковь, это ваша потенци церковь, это ваша жатва, на которой вы трудитесь с вашими людьми. Как я сказал, в Матфея 9 главе с 39 по 48 стих, Иисус приводит своих учеников на Ниву. жатва побелела. С жатвой никаких проблем нет, она готова, чтобы на ней трудились. Он говорит, проблема среди нас, с нашей группой проблема здесь. Вы, ребята, не видите жатву. Нам нужно иметь бифокальное зрение. У меня бифокальное зрение. У меня в очках как бы две линзы получаются. Через верхнюю часть я могу видеть далеко, через нижнюю часть я могу видеть бумаги внизу. И Иисус получается говорит, что нам тоже необходимо иметь похожее бифокальное зрение. И то, что Он сказал ученикам Своим, Он это же самое говорит и нам с вами. Будущее нашей церкви, оно на Ниве Божьей, а не в амбаре. Запишите, пожалуйста, больные или умирающие церкви, они акцент свой ставят на трех вещах. эти три вещи вас приведут к удивлению. Умирающие или больные церкви, они акцент свой ставят на членстве, они ставят акцент на молодежи, и на детях, и на здании. И вы знаете, что эти все три вещи имеют общего? Члены церкви, молодежь церкви и здание церкви это то, что у церкви уже есть. Но Иисус говорит, не ставьте акценты свои на этом. Вы посмотрите на вещи, которые есть на Ниве Божьей. В Германии часто говорят так, что молодежь это будущее церкви. Надеюсь, вы в Украине так не говорите, потому что это неправда. Не молодежь, которая у нас уже есть, но молодежь, которой еще у нас нету, возможно, может быть в будущем нашей церкви. Если вы жалуетесь на то, что недостаточно сотрудников на Ниве Божьей, я хочу, чтобы вы прекратили жаловаться. Я хочу, чтобы вы обрели видение для всех ваших сотрудников, которые у вас есть, и даже, может быть, больше. И это видение простое. Вы этих работников будете приобретать себе из самой жатвы. ваших учителя воскресной школы, старейшины, которых должны быть церкви, может быть, женское служение, детское служение, они еще не обращены. они ожидают, чтобы их пригласили к Иисусу, чтобы вы их обучали, и они являются будущим вашей церкви. Будущее церкви, оно лежит на Ниве Божьей, а не в амбаре. Шестой пункт лучшего организации новой церкви, это иметь координатора по умножению. Как я уже сказал, что большинство церквей, они близоруки. Они смотрят на то, чтобы организовать церковь, и чтобы это сделать, это забирает у них все силы, и поэтому после такой растраты сил, это никогда не перерастает в движение. И для того, чтобы это переросло в движение, нам необходим человек, который, может быть, извне служит нам и помогает нам, чтобы помочь нам перевести это уже в движение. у этого человека должен быть дар администратора, и этот человек будет заниматься тем, что будет отслеживать или стараться следить за тем, чтобы каждая церковь организовывалась в течение следующих трех лет. И как же этот человек будет делать? Очень просто. Сначала ты планируешь организацию церкви. И ты в первую очередь просишь Бога, чтобы Бог показал тебе человека, который бы мог заняться организацией церкви. И координатор по организации церкви будет задавать вам вопрос, ну как, вы нашли такого человека, который займется будущим организацией церкви у вас? Человек такой, скажем, обнаружился, и второй год вы обучаете этого человека всему тому, что вы делаете в служении. Этот человек проведет много времени с вами лично. Этот человек будет наблюдать за вами и учиться всему тому, что вы делаете. И когда вы служите, вы много общаетесь друг с другом, вопросы, ответы. То есть второй год, это год, который очень сильно может быть занят именно назиданием. And the multiplication coordinator will say, are you on track? And the second year, are you mentoring the person that you identified? the coordinator who you asked to organize the church will ask him questions. How are you going to teach him In the third year, you give that potential church planter a ministry leadership in your church. And in the year, you position to to the church and you could be leading maybe the small group ministry or the children's ministry or the women's ministry or the women's ministry or the women's ministry and then at the end of that time you give him a fishing license and in this time you give him license to the people you say here is a license you can fish among our people and take as many as ten people with you you can have anybody except my wife you can have anybody except my wife so you give him a fishing license and he fishes within your church to take a team out to start a new church and for that process you need somebody who is outside of the ministry who oversees things he has the bird's eye view I'd like to get to the seventh and the last characteristic of great church planting great church planting good church planting emphasizes giftedness emphasizes giftedness хорошая организация новой церкви свой акцент ставит на одаренности людей you must listen to what I'm going to say here this is very important if you slept up to now you need to wake up yourself don't ете I'm going to say what I'm going to say here nobody gets this when I'm about to say nobody gets this what I'm about to say nobody gets this what I'm going to say except for you you will get this great church planting churches not only emphasize giftedness Лучшие организаторы новой церкви будут акцент свой ставить не только на одаренности, но они также будут свой акцент ставить и на воспроизводимых системах. Жизнь церкви чем-то напоминает теннис. Что в теннисе вообще является ключом в игре, что делает игру интересной? Это сетка. И сетка натянута между двумя столбами. И у этих столбов есть имена. Этот столб называется дары. Многие церкви акцент свой ставят на дарах, на духовных дарах. Вы знаете о том, что только 10% человек в нашей церкви имеют дар евангелиста? Но быть свидетелем у каждого в церкви есть ответственность. И как же тебе евангелизировать, если дара евангелистов тебе нет? И дары ты не можешь воспроизвести в другом человеке. Если у Италика есть дар милосердия, он любит людей, которые страдают, он им помогает. И он говорит, Дитрих, у тебя нет дара милосердия. Давай, программу проводи. Давай-ка ты включайся в мою программу, и я тебе научу милосердию. Независимо от того, насколько велик его дар милосердия, во мне этот дар милосердия не умножится. Поэтому дары, они не воспроизводятся в других людях. А теперь секрет, это то, чего вы ждете. Воспроизводимые системы. Эти системы, которые лучше, чем люди, которые их используют. То есть, что такое система? Это значит некие действия, которые все могут делать. And it brings about good spiritual results. И эти действия приводят к хорошим духовным результатам. Let me give you an example. Хочу дать вам пример. You can do this with your church beginning tomorrow. Вы можете уже завтра заняться этим в вашей церкви. This is what you do. Вот что вы делаете. For this, you hold up a glass of coffee or tea. If you were in Germany, it would be a beer mug. But we're not in Germany. Вот вы держите стакан, там, чашки чая или там с кофе. В Германии это было бы пиво. Но мы, слава Богу, не в Германии сейчас. Germans need to be converted. Немцев надо обращать от этого. Thank you. This is what you do. You hold up some cup or glass. Вот, держите чашку, стакан. И говорите людям в церкви. Я хочу, чтобы все мы пригласили бы неверующего человека из нашего ойкоса выпить тот напиток, который они хотят выбрать. Мы заплатим за их напиток. Люди не откажутся. Итак, то есть организовываем такое вот чайпитие или еще что-то, то есть приглашаем людей. И мы тогда сделаем две вещи. Мы спросим у людей во время такого нашего времяпрепровождения, как они поживают. Everybody in our church, even the most oppressive person could say, how are you doing? Я думаю, что все люди в нашей церкви, даже самые неспособленные, на что человек может задать другому человеку вопрос, как поживаешь. И то, что неверующий скажет, you come back with this. Tell me more. Вы зададите вопрос человеку второй. Расскажи немножечко побольше об этом. Your friend could say, I'm doing great. И друг, может быть, скажет, о, я хорошо поживаю. You say, tell me more. И вы ему второй вопрос. Ну, расскажи немножко поподробнее об этом. They could say, I don't know how I'm doing. И человек может сказать, ну как? Ну, я не знаю, как я поживаю. Нормально вроде. You say, tell me more. А вы ему опять. Ну, теперь еще поподробнее об этом. You see, by saying, tell me more, what you're doing is you're saying, I want to listen to you. И когда вы говорите, расскажи немножечко больше об этом, то есть вы говорите человеку, что я заинтересован в тебе, хочу тебя выслушать. Listening is the language of love today. В сегодняшние дни слушание другого человека это способ выражения любви. I call this listening evangelism. Я это называю евангелизация через слушание человека. Several years ago, I went to, I had a friend in one, living near one of our church facilities. Несколько лет назад я пошел к одному нашему другу, который живет недалеко от нашей церкви. His name was Achim. Achim. Его звали Афиф. He was two meters tall. He was thin, very thin. He was thin, very thin. He shaved his head. He shaved his head. He only wore black. Носил всегда только черное. He wore big leather boots that went up to here. У него были высокие кожаные бутсы, вот такие, до колен. And on the weekend, this was the most amazing thing. On the weekend, по выходным, это вот самое удивительное, he would drink a case of beer himself. Он сам выпивал ящик пива. He was amazing. Удивительный человек. He was far from God. От Бога он был далеко. But he was my friend. Но он был моим другом. So one day I went to our worship center. И однажды я пошел в наш молитвенный дом, в наш церковь. And he lived near there and he came out. Он неподалеку жил, он вышел на улицу. I said, Achim, good to see you. How are you doing? I said, Hey, Achim, привет, как поживаешь? First question, how are you doing? Первый вопрос. Как поживаешь? He said, great! Он говорит, замечательно! I said, tell me more. Я говорю, ну-ка, расскажи немножко поподробнее об этом. И я никогда не забуду, что произошло после этого. His head went down. Он опустил голову. His arms went down. Его руки опустились. He bent over. Он согнулся. He looked on the floor. Посмотрел в пол. He started to shake his head. И начал качать головой. He said, I'm not really doing well. Говорит, нет, не так все хорошо в моей жизни. Я говорю, что случилось? Расскажи еще. He said, well, you know, I'm a locomotive engineer. I drive trains. Он говорит, что я, ты знаешь, что я тут наш местный машинист, вожу поезда. And I've had the third accident with a locomotive. И у меня уже третья авария произошла. Next week I'll have an appointment with a doctor. На следующей неделе я встречаюсь с доктором. And the doctor will decide whether or not I can be a pensioner. I can go and get social security. Yeah, stop working. И доктор примет решение о том, придется ли мне уйти на пенсию или все-таки я могу продолжать работать. The man is 38 years old. Человеку 38 лет. He has a wife and two small children. У него жена и двое маленьких детей. И я ощутил вот эту его тяжесть. И я ему сказал, Ахин, можно я за тебя помолюсь? Он говорит, да. И я ему на плечо кладу руку, закрываю глаза, поднимаю вторую руку и начинаю молиться вслух за Ахина. Чтобы был мир в его сердце. Мудрость, чтобы Бог дал доктору. Чтобы он пережил в жизни свои Божьи силы. Молюсь за его жену, за его детей. Молюсь самой лучшей своей молитвой, которой я мог в течение двух-трех минут. И когда я сказал Аминь, я никогда не забуду, что произошло дальше. Он свою вот эту обритую голову опускает к мне в плечо. И меня обоими руками вот так вот схватает. И начинает плакать, как ребенок. И он не хотел отпускать меня. Он рыдал и рыдал и рыдал. И я так испытывал себя очень так неуютно при этом. Вы знаете, что произошло? Он просто попал в присутствии Божьем. И это все лишь только потому, что я сделал простую вещь. Я сказал, как ты поживаешь? И расскажи немножечко больше об этом. А что если в вашей церкви ваши люди научились бы делать вот то же самое? Может быть, у этих людей ваших в церкви не будет там еженедельной такой встречи с кем-то из неверующих, чтобы за них помолиться. Но может быть и на протяжении многих лет я занимался маленькими группами, мини-группами. Женщина с женщиной, мужчина с мужчиной. Я приглашаю их в мою доме двоих мужчин или двоих женщин. То есть для такой группы я приглашаю например к себе двоих мужчин, а сестра приглашает двоих сестер к себе в гости. These are Christians. Верующих. And I say to them, I would like to do spiritual breathing with you. И я говорил, хочу с вами провести такое, ну, духовное обсуждение. They say, what is that? Они говорят, что это такое? Is that new age? Это что, как... Esoteric? То есть оно дословно переводится как духовное дыхание. Потому что эзотерика какая-то. Нет, это не эзотерика, это нормальная простая вещь. Just like we breathe physically, вот как мы физически дышим, we will breathe in the word of God. Each one of us вдыхать слово Божье. Each one of us will read three chapters in the Bible every day. We'll read all the same stuff. Каждый из нас будем читать одну и ту же, например, одни и те же три главы из Библии. Each one of us at home. Дома у себя. So it could be John 1 through 3 on Monday. Может быть Иоанна с первого по третью главу в понедельник. Во вторник с четвертого по шестую главу. И вот раз в неделю мы все встречаемся. И друг с другом делимся о том, как Бог приговорил к нам в течение этой недели через эти писания. И что мы делаем второе? То есть мы там вдыхали, когда читали. А теперь, когда мы встречаемся, мы как выдыхаем, получается. Мы рассказываем друг другу о том, как наша жизнь протекала на протяжении последней недели. Согласно тем вопросам, которые я сейчас смогу вам дать. И один из запросов, например, может быть, где мы испытали сексуальное искушение в течение последней недели? И как мы поступили? Вы знаете, что 50% мужчин, верующих, имеют проблему с порнографией? Это очень своевременный и нужный вопрос. Но если вдруг тут женщина присутствует во время такой встречи, то тут честного ответа ты не услышишь. Но братья с братьями могут задавать себе такие вопросы. Следующие несколько вопросов, которые можно задать. То есть, вот мы соглашаемся в нашей мини-группе задавать себе такие вопросы. Но когда они в моем доме и я объясняю и когда мы дома еще сидим, я каждому даю по йогурту. И я говорю им, скажите-ка, что общего между этим йогуртом и нашей мини-группой? И они кушают его. Они говорят, что йогурт вкусный, наверное, полезный. И как бы йогурт он насыщает нас и вот наша встреча такая тоже, как насыщает нас. и ты дал нам маленькую порцию йогурта, потому что это самое дешевое, что ты нам можешь дать? Ну, мы маленькая группа, такая небольшая. Все, что они сказали по этому поводу, все правда. Но потом я им говорю, слушайте-ка, ну, вы пропустили одну очень важную вещь. А вы посмотрите-ка на дату изготовления. Вы там дату увидите. Это дата как бы, ну, годности, да. То есть это дата, когда, после которой продукт уже не хорош. Поэтому после этого времени его уже нельзя употреблять. И мы даем сами себе вот такую дату годности шесть месяцев. То есть мы втроем собираемся каждую неделю на протяжении шести месяцев. Но после того, как мы, например, месяц проделали это друг с другом, и мы уверены силу в наших таких встречах, мы в нашу группу приглашаем четвертого человека. И четвертый человек будет неверующий. Он будет делать то же самое, что и мы делаем. И мы его пригласим на две встречи, две недели. И этому человеку мы предоставляем, конечно, возможность уйти, если он не хочет, пожалуйста. А в большинстве случаев так получается, что все-таки этот неверующий остается с нами. В 80% случаев такой неверующий становится последователем Иисуса. Вы видите, это воспроизводимая система, которая не зависит от одаренности людей, которые участвуют в этом процессе. Которая не нужна дара учителя. Но все равно эта система делает две важные вещи. Обучает учеников и ведет евангелизацию. И после шести месяцев мы организовываем такую встречу, идем куда-то в ресторан, хорошо кушаем. мы делимся на две группы по два человека. И мы добавляем еще одного христианина кого-то в нашу группу. И переводим часы опять на ноль. И следующие шесть месяцев мы повторяем тот же самый процесс. если в вашей церкви есть человек, который организовал таким образом три мини-группы, знаете, кого вы, наверное, уже для себя определили? Вашего человека по организации новых церквей. Этот человек мог умножить самую маленькую группу в вашей церкви несколько раз. Теперь, наверное, его уже можно обучать делать это в более больших масштабах. И я хочу сейчас завершить наше время коротким видеоклипом, может быть, моего родственника. Оскар Шиндлер, он был человеком, который спас жизни 1200 людей. И мы хотим сейчас посмотреть видеоклип из фильма, где он прощается с евреями, и евреи прощаются с ним. Если можно немножечко свет однажды, может быть, даже очень скоро, вы будете стоять перед Господом Иисусом Христом. И в тот момент вы не скажете Иисусу, Господь, я очень много для тебя служил, у меня очень много веры, я слишком много денег отдал. Я слишком много сил своих передал людям. Нет. Тот день вы повторите слова Оскара Шиндера. Расскажите Иисусу, если бы я знал только, я бы, наверное, сделал бы больше. Я бы сделал бы больше. И хорошая вещь в том, что мы пока что еще не перед Его престолом. У нас есть время еще, чтобы быть партнером с Ним, чтобы больше хорошей церкви было организовано в Украине, чтобы быть частью прекрасного, замечательного движения по организации новой церкви. Ожидайте от Бога лучших вещей и переживайте в своей жизни эти замечательные вещи для Его чести и Его славы. Аминь. 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 Редактор субтитров А.Семкин